Это вторая часть видео, где я беру идеи, где брать идеи, если вам кажется, что все идеи уже закончились, а вам нужно что-то придумывать новое. Я говорил о том, что устать от любимого дела невозможно, потому что новое дело всегда наполняется чем-то новым. Я преподаю итальянский много лет. Ты начинаешь его преподавать в одних условиях, сейчас условия совершенно другие. Если раньше можно было преподавать итальянский только приходя в аудиторию, только смотря на человека, у тебя и методы были одни. С развитием технологий, когда можно преподавать уже на дистанции, ковид нам показал, что все мы можем работать и вот так. Когда есть какие-то видео, когда ты передаешь свои знания совсем другим образом, то есть через экран, либо я просто записываю видео, выкладываю на YouTube, рассказываю про грамматику, либо веду свои курсы. Итальяна Козе не дёрну, то есть преподношу по-другому язык. Сейчас я активно записываю Reels, мне это очень нравится, пробую себя в этой ипостаси. Мне нравится кривляться под музыку, что-то придумывать, как-то обыгрывать ситуации. То есть я преподаю язык и постоянно это изменяется, то есть поэтому невозможно устать от этого, потому что ты вроде преподаешь всегда итальянский язык. Но возле тебя, вокруг тебя технологии меняются, мир меняется, все меняется, и ты его преподаешь уже по-другому. Даже снимая Reels, я уверена, что я как-то доношу свое видение, как мы в университете с ребятами работаем, какие у нас бывают ситуации, какие бывают ситуации, допустим, с своими индивидуальными учениками, какие в принципе бывают ситуации со стороны студента, мне нравится вживаться также в роль студента, что они думают по этому поводу. И постоянно какие-то идеи, идеи приходят, должны они приходить, да, потому что как не приходить, ты же не можешь постоянно одно и то же проповедовать. И я в прошлый раз, в прошлом видео поделилась с вами своими мыслями, как можно организовать поступление новых идей. И я говорила о том, что иногда открываются какие-то окошки из космоса, и те просто идеи вот так вот сыплются, тебе главное их записать. Главное записать, это всегда очень важно записать либо зарисовать, потому что не всегда идеи сразу могут носить какой-то ярко выраженный характер. Ты можешь сначала что-то зарисовать, потом уже одно слово написать, два, и потом у тебя вся картина выстроится. Главное все записывать, записывайте все, что можете записать. Я хочу поделиться своими необычными историями, когда мне приходили идеи. Вот с утра, окей, да-да-да, но бывают такие моменты, когда ты вообще просто ничего не ждешь, и на тебя подарок судьбы какой-то, не знаю, там, не знаю, поступает. Была ситуация, ехала на троллейбусе, и троллейбус очень медленно у нас ездит, и я тоже сейчас, у меня сейчас есть блокнот какой-то большой, вот у меня был такой огромный Малескин. Я буквально еду на троллейбусе и смотрю в окно, смотрю в окно на город, там, потихонечку он едет, смотрю-смотрю, и мне начинают поступать какие-то идеи, да, разных заданий, какие-то задания, что-то еще по итальянски, какие-то сочинения, что-то еще, и я начала это писать, и начала писать, 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 я проехала свою остановку, я ездила на троллейбусе полтора часа, и за эти полтора часа я написала 60 страниц новых заданий и мыслей, то есть ты просто сидишь, смотришь в окно, я не знаю, какая там связь с мозгом организуется, потому что на троллейбусе я ехала в городе Екатеринбурге, не то чтобы где-то в Риме, либо где-то еще, нет, это просто ты едешь по своему городу, и как-то начинают вот так вот зацепляться идеи. И очень важно, не просто, допустим, если у тебя уже идея пошла, главное писать, 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 потому что все идеи друг к другу вот так вот как-то крючком идут, и когда ты уже находишься в этом процессе, ты поймал какой-то вот такой вот момент, что у тебя мозг начал об этом думать, тут главное писать все бредовые идеи, это ужасно, вообще непонятно, как реализовать, вообще не можешь придумать, что с ней делать, главное записывать все. Потом уже, когда придет время, вы на них еще раз посмотрите с такой вот другой головой и подумаете, как что реализовать. Какие идеи вам кажется, что они пока нереализуемы, вот видите, я говорю уже пока. То есть какие идеи кажутся вам невозможными, это значит, что они пока нереализуемы. Вы все это оставляете, я вам предлагаю какой-то блокнот завести и записывать туда ваши идеи, пока даже те, которые невозможно реализовать, потому что с чего я начала свое видео, что начинаешь что-то делать, ты делаешь это в одних условиях. Когда я начинала преподавать, никто не мог подумать, что преподавать можно вот так, что можно записывать видео, что куда-то их можно выкладывать, что будут какие-то другие возможности. Ты просто начинаешь это делать в одних условиях, ты не знаешь, что будет завтра, ты не знаешь, что придумают завтра, что можно будет, вот возможно через год, вот эта твоя идея, я не говорю сейчас только про итальянский, я говорю в принципе обо всем на свете, означает, что может быть вот эта твоя идея, которая тебе кажется просто это вообще космос, как это делать, непонятно, через год станет реальностью и вы сможете воплотить вашу идею, реализовать ее самым лучшим образом. Возможно, у вас мозг уже смотрит вдаль, в будущее и записывает идеи оттуда, и вам нужно всего лишь дождаться момента, когда их можно будет воплотить в жизнь, поэтому записывайте все, это очень важно. Если на вас какая-то волна нахлынула, обязательно продолжайте писать, продолжайте писать все, не откидывайте ни в коем случае никакие идеи, то есть они не могут быть не хорошими, неплохими, это просто идеи, которые вам приходят, я уверена, что со всем можно поработать, что-то нужно отложить, что-то нужно развить, да, если у вас будет какой-то там блокнот с вашими идеями, вообще касательно всего, что надеть, что скомпоновать из одежды, что приготовить, что можно соединить на кухне из элементов, да, и приготовить новое блюдо, это касается всего, это не касается итальянского, что можно, какой новый макияж попробовать, я не знаю, что можно сделать, куда можно поехать, что можно подарить надержание человеку, вообще просто вот какие-то идеи, 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 вы главное все записывайте, потому что я уверена, что придет тот день, настанет тот час, когда вы всем этим воспользуетесь наилучшим образом, и то, что у вас мозг, допустим, в каком-то таком зачаточном состоянии создал, он это все обработает, абсолютно без вашего участия, вам главное хорошо спать, хорошо питаться, много двигаться, и он все за вас сделает, главное отдыхайте, отдыхайте, это фундаментальное правило для поступления новых идей, я в этом просто не сомневаюсь, я, все, кто меня знают, они знают, что я живу итальянским, я обожаю итальянским, это моя жизнь, не моя работа, это моя жизнь, но я люблю итальянский, я всегда говорю 24 часа на 7, конечно, можно сказать, но с понедельника по субботу, я всегда соблюдаю режим сна, я никогда не буду сидеть поздно, я никогда не буду после 10 что-то там делать, никогда, я никогда так не делала, когда в университете училась, и там сессия была в ходу, завтра экзамен, я всегда могу спать, как-то проснусь, что-то пойду, сдам на 3, сдам на 4, как-нибудь сдам, но никогда не буду сидеть ночью, это вообще не мой вариант, соблюдать режим сна, то есть я ушел, проснулся, со свежими мозгами, мозг за вас все придумает, за вас все придумает, все вам ответы подскажут, главное спать, я люблю итальянский с понедельника по субботу, воскресенье я не занимаюсь языком, полностью, у меня воскресенье абсолютно такой приключатель, я делаю не все те вещи, которые я делаю в течение недели, за день я так отдыхаю и так восстанавливаюсь, что с утра в понедельник я встаю в 5 часов утра, я не бегу с утра, с желанием побегать, побольше потренироваться, то есть за день он так восстанавливается, что ты просто становишься новым человеком, то же самое касается идеи, то же самое касается каких-то проектов, что там в голове приходит, и очень важно отдыхать, очень важно отдыхать как от, допустим, гаджетов, потому что я уверена, что гаджеты, конечно, облегчают нашу жизнь, но вот креативности чего-то, не думаю, что они могут нам как-то в этом помочь, какие-то идеи нам поступают, наверное, все-таки извне, да, то есть не из гаджетов, а мы смотрим куда-то, и нам что-то приходит, у меня очень много идей приходит, когда я читаю книгу, допустим, начинаю читать книгу, вот это очень интересно, любую книгу я могу читать, И идеи приходят вообще другие. Просто когда я начинаю читать книгу, как-то по-другому работает мозг. Я просто тоже читаю книгу, там вообще одно идёт, ты что-то читаешь, вообще можно не понимать, что ты читаешь, но идеи поступают другие. Я беру блокнот, как всегда, он всегда у меня под рукой. У меня везде лежат блокноты, у меня там лежат блокноты, все везде лежат блокноты. На кухне лежат блокнот. И я начинаю записывать идеи. Идеи могут быть совершенно не связаны с книгой. То есть просто ты читаешь, у тебя мозг находит на какую-то там волну. Ты можешь не следить за сюжетом, но тебе приходят прикольные какие-то идеи. Или в отпуске. В отпуск поехать тоже лучше, допустим, полностью отключиться. Мозг сколько нужно отдохнёт, и потом будет предлагать вам что-то нужное, важное, интересное. Поэтому давайте себе отдохнуть. Никогда не сидите ночами, спите, ешьте, занимайтесь активностью. Обязательно делайте паузы. В вашей деятельности. Делайте паузы от гаджетов. Делайте паузы от всего. Просто находитесь в таком состоянии, когда ничего не происходит. Просто мозг отдыхает, потому что он постоянно бедняга работает. Постоянно обрабатывает кучу информации. Все стимулы воспринимает на себя. Ему нужно отдохнуть. Нужно поменять обстановку. Это касается и вообще, мне кажется, работы. Потому что если ты пошёл в парк, пошёл погулять, он как-то по-другому начинает работать. И тоже есть большая вероятность, что та проблема, над которой вы сейчас думаете, будет решена, не находясь в четырёх стенах в каком-то помещении, чтобы сидеть и думать, что делать, что делать, что делать. А просто вы будете делать какую-то другую вещь, и мозг вам даст ответ такой, который вы даже не могли представить. Поэтому отдыхайте, себя любите, и давайте мозгу отдохнуть. Чао-чао.